Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, воподом. И сегодня речь пойдет о сложной книге, которая невероятно захватывающая по своей сути. Это повествование, остросюжетное повествование, которое вы будете дочитывать, пролетая сквозь страницы, следя за каждой из трех историй, рассказанных чередуясь эпизодами, потому что это прежде всего просто остросюжетная увлекательная вещь. Но это повествование, которое затронет вашу душу. Это повествование, которое не оставит вас равнодушными. Точно так же, как и в определенном возрасте, совершенно необходимо посмотреть список Шиндлера, допустим. Просто очень самый красноречивый пример. Так и эту книгу, книгу «Беженец», я думаю, что можно назвать самой важной книгой года, как Амазону нам рекомендует, и можно считать книгой обязательно к прочтению. Что же такого эдакого рассказала судьба беженцев автор, что я максимально актуализирую эту книгу и говорю вам, что действительно она читает взрослым, детям, кому угодно. Это три сюжетно не очень сложных истории. Три истории беженцев. Семья, которая бежит из разрушенного Алеппо в Сирии в наши дни. Причем политика здесь абсолютно ни при чем. Там четыре воюющих стороны. Достаточно. Что-нибудь взрослому, по-моему, читателю, который немножко знаком с мировой историей, больше ничего добавлять не надо. Это называется хаос, это называется колоссальная жертва среди мирного населения, это называется абсолютное бессмысленность ведения действий. Потому что без взаимных альянсов и какого-то противостояния, четыре противостоящих стороны, трех уже достаточно. Это полный развал государства, это победа, которая будет означать поражение, потому что три четвертых населения будет в противоположных лагерях. Неважно того, что... Алеппо фактически сравняли с землей. И все вокруг фактически сравнено с землей, от цветущей страны не осталось ничего. Снаряд попадает, наконец, в многоквартирный, многоэтажный живой дом. Чудом уцелел, значит, главный герой, его брат и их мама. И тут, наконец, отец инженера решает бежать. Это всегда очень страшно читать, значит, такие вещи. Почему они не спасались, почему они не бежали? Вы знаете, человек очень инертный. Дома и стены помогают. Это та истина, которая заставляет нас до последнего цепляться за тумбочку с лекарствами дома, вместо того, чтобы поехать в больницу, доложиться на стационар. Страшно, неприятно. Это то, что до последнего нас заставляет цепляться за провинциальную малую родину, в которой мы сидим, не в силах найти ни работу достойную, ни образование, ни каких-то перспектив. Это то, что заставляет нас цепляться из последнего за что угодно, что мы считаем на сегодняшний день равным себе самому. Это часть меня, как же я это покину. Вот так и они сидели в своем городе до последнего. Это можно прочитать в дневниках Полины Жеребцовой, страшных совершенно чеченских дневниках. Душераздирающая книга, она из самых страшных книг, которые я читал за всю свою жизнь. Там все правда. Здесь истории основаны на реальных событиях. Прототипы есть у всех абсолютно персонажей. История Сент-Луиса, это вообще конкретно просто по датам расписанная очень известная история. По ней уже фильмы сняты, книги. История беженцев из Сирии точно так же по горячим следам написана. Страшно все, что с ними происходит. Унизительно все, что с ними происходит. И судьба маленькой сестренки его, она тоже очень типичная. Хотя казалось бы, начало 21 века. Уж младенцы-то не должны тонуть в холодном море на наших глазах. Что же это такое-то? Она не утонет, но это не важно. Я сейчас не спойлерю. Я сейчас про другое совершенно хочу сказать. Две других истории не менее страшные. Одна это история, которая проходит на борту Сент-Луиса. Это теплоход, пароход вернее, который отплыл из Гамбурга в 1939 году после Хрустальной ночи, когда евреям было сказано, либо вы в течение недели покинете страну, либо вы попадете в концлагерь. Некоторые там уже побывали, другие слышали от бывших там, что это такое. После Дахау, после Сабибора никто не захотел возвращаться в концлагерь. Пароход, битком набитый евреями, под нацистским флагом, с портретами фюрера в каждом салоне, плавно поплыл через океан на Кубу. Но дело в том, что на Кубе-то его не приняли. И пароходу пришлось пытаться договориться с Америкой. Но и в Америке его не приняли. Это черная страница мировой истории. Это то, что никогда не должно повторяться. Эти беженцы вернулись через Атлантику домой. Часть из них была высажена во Франции, часть в Англии, часть в Бельгии. Половина, даже больше половины по статистике, французов и бельгийцев, новоявленных, да, значит, из числа еврейских беженцев, погибло в концлагерях, вот, и была убита иными способами, не пережив Холокоста. Те, что в Англии, уцелели. Но это только треть пассажиров. Вот что такое лотерея, в которую играют с собственными семьями и малыми детьми на руках беженцы. Вот что это за история. История страшная совершенно. История мальчика Юзефа и его семьи. Это отдельная трагическая тема. Ну и третья история, это история побега на лодке с Кубы. Это неприятная вдвойне для русского читателя история, потому что мы приложили все усилия, чтобы таких историй было много, они были особенно страшными. Мы поддерживали режим Фиделя Кастро. А режим Фиделя Кастро превратил собственный остров свободы в концлагерь, как и любое тоталитарное государство. Там было что-то хорошее, что он привнес, и там было что-то плохое. Тоталитарные, понимаете, отрицательные черты тоталитарного государства типологичны. В том числе, любая попытка покинуть, родина это же осажденный лагерь, да, значит, любая попытка покинуть, дезертировать из родной страны, значит, это преступление, все, в тюрьму сразу. С детьми, с женщинами, неважно, с угрозой для жизни, ведь люди же переплывали эти 100 километров, да, по Мексиканскому заливу, если не ошибаюсь, 100 километров до берега, до противоположного, на каких-то плотах, на надутых автомобильных шинах, на черт знает чем. И вот такая вот самодельная моторка, самодельная, вдумайтесь, да, даже корпус из черт знает чего сделан, в том числе плакат с лицом Фиделя Кастро на днище. Значит, вот такая самодельная моторка уже близко к нашим дням, уже в наше время, после того, как эмбарго вот-вот будет снята, после того, как Фидель, после очередных, Рауль, вернее, Кастро уже пришел к власти, наследник Фиделя, и был период такого попустительства, да, когда все, кто хочет бегить, ну бегите, бегите, в надежде, что все смутьяны, значит, покинут остров, и снова можно будет удерживать диктатуру. Вот, и вот они пускаются в путь, эта компания, это третья история, значит, не менее страшная, потому что, знаете, легкая прогулка по морю под летним, таким жарким, приятным кубинским солнцем, это только кажется там. Вы, пожалуйста, наложите на это отсутствие бензина, которого явно на все 100 километров с собой не возьмешь. Вот, утлую лодочку, которая течет непрерывно, надо вычерпывать воду. Палящее солнце, которое приводит к ожогам к исходу первого дня уже, да, вот. Вот, значит, полное отсутствие навигации, ночью еще по звездам можно идти, а дальше уже, как Бог на душу положит, акулы, которые, конечно, ну, в общем, это реально страшно, вот. А то, что происходит на Багамах, это еще страшнее. И вот эти туристы, которые со своими бутылочками воды, купленными в кафе, вы знаете, это символ всех, всего нашего общества. Зачитайте до этого места, вы поймете, о чем я говорю. Это символ то, как мы с вами вот так стоим, разводим руками, а что мы можем сделать-то? Вот, 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 люди гибнут, а что мы можем сделать? Ну, бутылочка воды, вот так вот. Это действительно страшная страница, и пострашнее будет, чем ужасы, описанные на некоторых других не менее впечатляющих местах книги. И вот все эти три истории не сойдутся. Каждый из героев останется в своем времени и в своем месте. Истории все с открытым финалом, потому что не закончено расследование преступлений Холокоста, не упокоены жертвы, не наказаны преступники. Геноцификация проведена в Германии, но в других странах не приняты законы и не наказаны преступники. И в других странах можно спокойно встретить свастику на стене, написанную баллончиком из краски. И это будет в порядке вещей. Эти люди до сих пор существуют. Они по-прежнему пользуются этой символикой и чувствуют себя в своей тарелке. Это уму непостижимо, но это происходит. Точно так же не закрыта история, как не закрыта история с Сент-Луисом, с этим пароходом, с бегущими евреями из нацистской Германии. Так же не закрыта история с кубинскими беженцами. Ну да, сейчас обстановка нормализовалась. Сейчас и достижения преступления режима стали историей. Частично хотя бы. Эмбарго снято, авиаперелеты возобновлены, эмиграция стала возможной и доступной хотя бы для тех, у кого есть деньги. Но это совсем другая, совершенно не закрытая тема. Эти раны не зажили. Они по-прежнему болят. Особенно для нашего. Для нас с вами, потому что мы с вами в какой-то мере и степени наследуем СССР и наследуем всем его достижениям и всем его ошибкам. Конечно, это была роковая ошибка поддерживать режим во что бы то ни стало. Я сейчас не имею в виду никакой карибский кризис и большие последствия большой политики. Я имею в виду тысячи судеб искалеченных, вполне простых маленьких людей, которые просто хотели достойно жить или хотя бы кушать вдоволь. Извините, там до этого дошло, там было гораздо пострашнее, чем у нас. Перестройку ситуации с голодом, с медицинскими товарами, со всеми вещами. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и наконец, история беженцев из Алеппо, она совершенно не закрыта. Заканчивается история на том, как страны, через которые им приходится пройти вместе с другими, история нам рассказывается обо всем об этом, начинают строить эти изгороди, эти китайские стены, проволочные заборы с колючкой, которые отделяют одну европейскую страну. Внутри Евросоюза, где границы обозначены просто табличным, знаком дорожным. Вы въезжаете на территорию такого-то государства, и все. Страны начинают отгораживаться друг от друга, для того, чтобы этот многоступенчатый барьер хоть как-то просеивал. Два миллиона человек, можете себе представить, какое это количество? Это какая нагрузка на все социальные структуры, на общество, на все остальное? Германия с радостью принимала беженцев. Люди к ним с цветами выходили. Люди их расселяли, собирали огромное количество помощи и так далее. Могли себе этого позволить, скажете вы. Конечно, да, разумеется. Уровень жизни настолько разный, настолько... Уровень воды в шлюзе был настолько разный, что с легкостью все это проглотили. Но дальше началось совершенно другое. Дальше начались проблемы, потому что они на этом не заканчиваются. Беженец – это тот, кто бежал. Нет, это неправильная формулировка. Беженец – это тот, кто будет бежать всю оставшуюся жизнь, до конца своих дней. Как несчастный отец Йозефа, который просыпается в поту с криками «Не выходите на палубы, кругом нацисты, это ловушка». И он оказался в какой-то мере прав. Вот в чем дело-то. Вот что страшно-то. И беженцы из Алеппо, и даже уже натурализовавшись в Германии, получив какие-то бумаги с этими аусвайсами, с этими пособиями, они будут все равно по-прежнему беженцами. И останутся ими до конца своих дней. Вот в чем ужас-то. И мы не знаем, как с этим жить и как с этим бороться. И очень важно до юного читателя донести. Книга-то Янка Далт, да, книга-то вполне себе подростковая. Вот, потому что очень важно до них донести. У нас есть нерешенные проблемы в обществе. На них нельзя закрывать глаза. И самое главное – нельзя доверяться пропаганде. Чужой – выкинь его из страны. Чужой – убей его. Чужой – значит, гони его. Чужой – значит враг. Неправда. Чужой – это значит беженец. А беженец – это значит страдалец. В каком-то смысле слова. И те, кто живут спокойно дома, они представить себе не могут, что в один прекрасный день им придется покинуть родные стены, знакомую обстановку, отказаться от собственного языка, от собственного языка общения с другими людьми будет другой, соответственно. Отказаться от всего привычного быта просто для того, чтобы спасти жизнь своих детей. Это действительно проблема 21 века. Такая же, как и проблема 20 века. Как будто и не было двух мировых войн и всего, что за ними воспоследовало. Вот что такое беженец. Вот что такое роман. Я долго очень рассказывал об этой книге, но я надеюсь, я добился главного. Вы прочтете ее, и вы подумайте над этими проблемами. Совместно с подрастающими детьми. А юным читателям я прежде всего советую эту книгу не потому, что я не боюсь испугать вас жестокостью, а это очень тяжелая для чтения книга, и не все в ней хорошо кончится, потому что если это правда, то не все истории могут хорошо заканчиваться в этой жизни. Но эта книга учит главному. Чему? Что ж, сформулируйте сами. Вам слово, читатели. Алан Грац, беженец, современный роман на очень важную для наших дней тему. Спасибо за внимание.